И еще раз здравствуй, Карачаева, Черкесия! В эфире программа «Доброе утро» и я ее ведущая Анна Гончаренко. Не так давно в Черкесске прошел мастерский турнир по грэплингу и грэплингу ГИ. Все подробности о нем и самое главное, кто же одержал победу, нам расскажет Рустам Кемрюков, президент федерации грэплинга Карачаева-Черкесии и организатор этого турнира Иродмир Дикеев, бронзовый призер этих соревнований. Рустам Радмир, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Рустам, ну, наверное, первый вопрос будет адресован вам, для тех, кто пока не слишком знаком с этим видом спорта. Расскажите, грэплинг и грэплинг ГИ, в чем вообще разница? Разница именно в грэплинге и в грэплинге ГИ в том, что грэплинг – это борьба без кимоно, получается. Человек одет в шорты, рашкарды, лосины, а борьба в грэплингах ГИ – это борьба в кимоно. Разница в том, что грэплинг и грэплинг ГИ – это гей-то кимоно, грэплинг без кимоно. То есть принципиально разницы вообще нет, только в форме одежды? В борьбе разницы нету, только в форме и все. Ага, хорошо. А скажите, есть ли в этом виде спорта место девушкам? Может быть, вообще у нас даже в республике есть такие девушки, увлекающиеся грэплингом? Для девушек тоже, да, место есть. В других республиках, я бы сказал, что немало даже занимаются девушки данным видом спорта. У нас тоже в республике, я знаю, занимаются, есть девушки, которые увлекаются. Просто лично у нас в клубе пока девушек нету, но проблем с этим нету. Я думаю, можно и девушкам, и всем желающим заниматься данным видом спорта. А сами лично знаете таких девушек? Сами лично знаю. Даже у нас есть бронзовая призерка первенства России. Это вот Кишмахова Эсмина. У нее с детства она начала заниматься, как бы, ну, прям неплохо получается. Как я и сказал, она бронзовая призерка первенства России, о чем говорит, что в данном виде спорта девушки тоже активно развиваются. Так, хорошо. Грэплинг достаточно опасный вид спорта. С какого возраста к нему допускаются дети? Ну, я бы не сказал, что грэплинг это опасный вид спорта на самом деле. Почему? Потому что во всех возрастах есть свои ограничения. Поэтому, ну, те, которые не разбираются, могут подумать, что сразу там кидаются, там душат, ломают детей. Начиная по чуть-чуть, да? Да, конечно, там определенные правила есть. У детей, например, болевые все ограничены. Как бы там, ну, грэплинг это не только болевые там удушающие приемы, это еще позиционная борьба. Кто кого как бы приведет вот в таком стиле. А так, я уверен даже, что и со мной многие согласятся, которые уже занимались, понимают, о чем я говорю, что даже и другие виды спорта, они могут быть даже более травмированные, чем в грэплинге. В общем, детям можно, самое главное, но с какого возраста вот обычно занимаются? Детям можно, с шести лет можно смело уже загружать, нагружать ребенка, вот именно вот в данном направлении. А так, у нас есть дети, даже с трех до пяти лет у нас группа есть. Со всем малыши. Да, которые, вот малыши, которые потихоньку подводят, как бы, вообще к пониманию спорта вообще, ну, психологически, там, физически. Радмир, расскажи, а как получилось так, что ты пришел в грэплинг? Ну, мы с папой долго думали, какой спорт выбрать. Мне больше понравился грэплинг, и там у меня начало все получаться, и я останусь на грэплинге. Я думала, ты скажешь, мы долго с папой думали, и папа решил. Хорошо. Но сейчас тебе нравится занятие? Да, очень. А чем именно? Вот расскажи нам прям подробно, может, ты кого-то заинтересуешь своим примером из наших телезрителей? Надо, не боясь, ходить на соревнования. Больше мне нравится, что там, ну, как сказать, нельзя делать, ну, руками драться нельзя, и просто борьба, позиционная борьба, и болевые. И так она мне понравилась. В общем, тебе нравится чувствовать себя сильным, да, что ты можешь всегда в любой ситуации дать отпор. Да. Так, хорошо, вот расскажи, как ты считаешь, как ты вообще вот видишь это все? Кто может, какой человек добиться успеха в этом виде спорта? Надо просто усерднее тренироваться, прислушиваться к советам, и не боясь ехать на соревнованиях. На соревнованиях новый опыт в борьбе. Согласна с Радмиром? Полностью. Полностью согласна. Так, хорошо, замечательно. Как вы оценили бы популярность грэплинга у нас в республике? Вот насколько охотно им занимаются детки, им занимаются уже постарше? Ну, популярность я бы оценил, оценил бы прямо на высоком уровне. Но все равно привлеченных детей, людей еще, я думаю, недостаточно. И мы над этим работаем, как бы развиваем. Я думаю, года, ну, лет пять где-то вот так у нас прям будем конкурировать на очень серьезном уровне с другими видами спорта. Ну, и сейчас мы конкурируем, но по количеству все равно, ну, по сравнению с тем, что раньше было, те же лет 7-8 назад, сейчас, конечно, колоссальный взрыв вверх получился. И я думаю, это все только начинается. Разница все-таки есть, да? Ну, большая разница есть, да. Ну, недостаточно. Это лично мое мнение. Для тренера, конечно, недостаточно. Да, это всегда так. Рустам, вот нам Радмир обозначил такие технические составляющие, да, для того, чтобы добиться в грэплинге успеха. А я у вас хочу спросить о какой-то, что ли, моральной стороне этого вида спорта. Есть ли там своеобразный кодекс чести? Вот что можете сказать? Какие-то такие вот моральные правила? Ну, моральные правила, они везде одинаковые. Вот как Радмир подметил, очень важно, чтобы понять изначально, какую цель ты преследуешь. Если ты хочешь развиваться в плане результатов именно в спорте, там, добиться каких-то успехов, то очень важно именно частые выступления на соревнованиях. А если ты хочешь чисто для себя заниматься, тоже проблем нету, как бы. Ну, и там, и там надо себя как-никак психологически подводить к тому, что ты идешь как бы, ну, именно заниматься спортом, спортом именно борьбой, а борьба очень сильно отличается, я думаю. Любой вид борьбы отличается и от других видов спорта как бы. Поэтому как-то так. Ну, я почему спросила, вдруг сейчас нас смотрят мамочки, да, которые как раз, или там папы, которые вот сейчас занимаются как раз обсуждением вот этого вопроса, куда отдать ребенка. В общем, чтобы они не переживали лишний раз. Получается, что они будут соревноваться, дети, в равных, да, силах. То есть не будет более значимого такого по весу соперника. Ну, и, конечно же, будет за всем следить тренер, да, то есть не будет чего-то такого неприятного сверху. Ну, конечно, это все, ну, это уже давным-давно официальный вид спорта. По возрастам, по весовым, как в других видах спорта, то же самое у нас. Ну, нету такого, чтобы ребенок попадал там с более там сильным или тяжелым соперником. Поэтому, ну, бояться нечего, как бы, как я и сказал. Ребенок учится за себя постоять, как минимум, и показывать результаты, и радовать своих родителей. Радмира, а сколько ты занимаешься грэплингом? Ну, в общем, 4 года. Так много? Так, с ума сойти, очень много. А какая у тебя цель? Стать олимпийским чемпионом. Ох, ну, конечно же, можно было и не спрашивать. Теперь предлагаю поговорить о самом турнире, который недавно прошел. Что вы можете в целом сказать? Вы удовлетворены результатами? Касаемо турнира, да, вот у нас сейчас проходил в январе, в конце января, мастерский всероссийский, наш ежегодный, может, 4-й год у нас проходит. Довольны, конечно, так как в этом году мы собрали количество участников, вообще рекордный, я думаю, за всю историю нашей республики. Но именно в грэплинге, насчет других видов спорта я не могу сказать. У нас было за 2 дня свыше 600 участников. А в прошлый год, просто чтобы сравнить, ну, примерно? В прошлом году около 350, что ли. Почти в 2 раза больше, конечно. В 2 раза больше в этом году. И это говорит о том, что грэплинг не стоит, развивается. С нашей республики принимало около 100 спортсменов участие. Это тоже очень немаленькое количество. Это говорит о том, что тренера работают, клубы развиваются, как бы. У нас очень отрады отметить, что уже функционирует вот именно по направлению грэплинг. Не один клуб, как бы, уже у нас около 3-4 клубов. Я точно могу сказать, что есть клуб 2 брата, клуб Лион, клуб Дикой дивизии, наш клуб Р2. Вот эти основные такие клубы, которые функционируют. У нас в республике? Да, именно в Черкесске. Именно в Черкесске, да. Замечательно. Так что результатами довольны. У нас хорошие результаты есть. Многие ребята выполнили нормативы разряды, там нормативы кандидатов, мастеров спорта. Так что будем работать дальше и будем улучшать качество проведения турниров наших. А что можете сказать о уровне спортсменов? Тоже заметили, может быть, какие-нибудь изменения в лучшую сторону? Ну, уровни, конечно, уровни с каждым разом растут. Все больше и больше растут ребята. Я уверен, что у нас в России есть такие ребята, которые, ну, не только если они давно были, но были у нас. Вот Россия, она всегда как бы впереди, вот даже по гребтингу, на всемирных, там, международных турнирах. Наши дети, особенно северокавказские и другие регионы тоже сейчас очень сильно подключились. Кандиды находятся в лидирующих позициях. С нашей республики у нас есть очень хорошие результаты. Просто если начать перечислять это все, ну, немало времени займет. В общем, очень долго, да? Как раз хотела спросить, может быть, вы хотите кого-то выделить, да, конкретно из спортсменов? Ну, раз вы говорите, что у нас достаточно выдающихся спортсменов, то, в принципе, наверное, в следующий раз. Да, ну, точно могу сказать, что чемпионов и призеров у нас очень много с этого турнира. У нас есть, в общем, результаты, вот с первенства России, с первенства мира, у нас немало детей, которые призеры, чемпионы таких данных соревнований. Радмира, что ты нам скажешь о соревнованиях? Как тебе соперники? Ну, соперники были сильные. И, ну, некоторые бывают слабые, некоторые сильные. Также бывают поражения. Ну, без поражений, поверь, не бывает. Ну, в этот раз какие у тебя были соперники? Тебе было сложно? Сложно. Да? Первые две сладкие легко, и две, ну, третью и четвертую было сложно достаточно. Ну, а что тебе помогло все-таки выйти вперед, как считаешь? Ну, не знаю, ну, техника или... Угу. А ты как-то себя старался психологически подбадривать? Нет. Нет? То есть просто вот технически, да, шел вперед? Так, а ты скажи, пожалуйста, доволен своим выступлением? Ну, вполне доволен, да. Угу. Просто бывает, знаешь, по-разному. Бывает, человек говорит, да, я занял какое-то призовое место, но можно было вот это сделать лучше, вот это сделать лучше. Кто-то говорит, я вообще молодой спортсмен, добился такого результата и очень рад. В общем, ты с собой доволен, да? Так, это самое главное. Молодец. Рустам, расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце, давайте тогда самых основных таких спортсменов выделим. Кто и в каких категориях занял призовые места? Так, ну это будет, надо чуть подумать, вспомнить. Вот с моего клуба, например, есть там чемпионы. Жиров Рамиль, там Кумратов Эмир, Мелкумян Лазер, Гусов Рамиль. Это первые места, которые знаю. Назир Хапсироков. С других клубов, вот с Леона я знаю, Эльдар Байчоров первым стал. Ну, другие фамилии сейчас не могу вспомнить точно. Ну, с разных клубов там есть хорошие ребята, которые у всех есть чемпионы. И ни один, ни два там хорошие результаты у нас есть с этого турнира. Кстати, если что, в телеграме и телеканалу Архи С24 есть подробная информация о результатах этого турнира. Да, да, точно. Фамилии, имена, какая категория возрастная была. В общем, там есть подробная информация. Хорошо, но тогда задам вам последний вопрос. К чему готовятся спортсмены? Какой турнир будет следующим? Готовимся мы сейчас на конец февраля. Хотим в Дагестан поехать, в Каспийск. Там будет такой же всероссийский турнир. TCC Championship называется. Наверное, один из лучших турниров в России. Потом 2-3 марта у нас будет отбор на первенство Европы. В городе Люберцы, Подмосковье. Туда хотим направить где-то 5-6, может, ну, где-то до 10 ребят с нашей республики будут бороться за звание, чтобы выступить на первенстве Европы, который пройдет в Бухаресте, кажется. А, не-не-не, в городе Баку, Азербайджан. Я перепутал. Да, вот. Вот это такие основные старты. А так, турниры каждую неделю, даже, можно сказать, здесь они выступают, я с ним часто. Вот Радмир тоже у нас очень часто выступает. Поэтому... А ты, Радмир, к чему следующему готовишься? К какому турниру или, может быть, соревнованиям? Ну, не знаю. Пока, наверное, к Дагестану больше или к Чечне на отбор к миру. Это когда будет? Ориентировочные сроки, знаешь, хотя бы? В общем, ты всегда на готове. Как только позову тебя, ты готов. Все, замечательно. Рустам, Радмир, большое спасибо за беседу. Но, пожалуйста, пожелайте что-нибудь, не уходите просто так, к нашим телезрителям. Телезрителям хочется пожелать всего самого наилучшего. Самое главное – это здоровье. Ставить цели свои и добиваться всех возможных результатов в жизни. Удачи всем. Спасибо вам большое. Замечательно. Радмир, присоединишься? Ну, я желаю всем, чтобы никто не боялся ездить на соревнования, добиваться успехов и ущербнее тренироваться. Отличные пожелания. Такие большое спасибо за них и за то, что сегодня были с нами. И вам спасибо большое за то, что пригласили.